Я технический менеджер почты, я занимаюсь всякими технически сложными проектами. В частности, я занимаюсь внедрением, переходом почты на Go. Вот, там сидят Дмитрий Дорофеев и Илья Шарельев. Да, вот, Илья занимается бэкэнд-разработкой почты, и Дима занимается фуллстэк-разработкой проекта Bipcar. В веб-каре тоже используется Go. Поскольку мы начали переходить на Go, то мы, соответственно, организовали курс по Go. В первой лекции я вам расскажу, почему мы начали переходить на Go, чем руководствовались при принятии такого решения, и рассмотрим немножко основ синтаксиса. Так, там, да, отметьтесь, пожалуйста, это мы. Так, хорошо, собственно, немножко вести из полей. Почему появился Go? Нужно понимать, кем он был разработан, и какие задачи он был признан решать. Вот этот график, это график развития процессоров за последние 40 лет, и даты появления языков. Если вы посмотрите вот сюда, вот сюда, и вот сюда, то видно, что большая часть языков появилась вот в этот промежуток времени. Чем он примечателен? Примечателен, в первую очередь, вот это вот черными точками. Черные точки — это количество процессоров. То есть в то время практически все системы были однопроцессорными. То есть у вас было одно ядро, и все. Очень просто. Вы написали программу, которая идет в один поток, и делает какие-то ваши большие вычисления, что-то дробит и прочее. Но в середине 2000-х, нулевых, количество ядер в процессорах начало увеличиваться. Вот у меня сейчас в ноутбуке, в 2012-го года, там 4 ядра плюс гипертрейдинг, и того 8 потоков. То есть вот где-то вот здесь. Почему это важно? Важно это потому, что тогда все парадигмы программирования, и все подходы, и все потребности, им не требовалось хорошо параллелиться. То есть вот вы рассчитываете какие-то белки, у вас она в один поток читает, и отлично. Да, но прогресс не стоит на месте, и количество ядер увеличивается. У вас появляется потребность в том, чтобы задействовать большее количество ядер. Появляется всякий OpenMP для параллеливания это C, появляются всякие форки, E-Pol для того, чтобы считать много селекторов, много файловых дескрипторов, селекторы, прочее, прочее, прочее. Но языки программирования, они не сильно менялись. То есть, и все для работы с этими многопроцессорными системами, начало прикручиваться сбоку. Вот. Кроме Ирланга. В Ирланге сразу все было хорошо, сразу было рассчитано на многопоточную обработку. Все популярные нынче языки, включая Ява-кредит, который очень популярен, Ява, который очень популярен, они все были вот в 90-х годах разработаны. В начале нулевых пошел следующий виток развития, и вот Go, как раз он в 2009 году был выпущен, он уже разрабатывался с расчетом на работу в многопроцессорных системах. В том, чтобы ту боль, которая была при работе с многопроцессорными, с многопоточным программированием, например, в плюсах, чтобы это немножко нивелировать. Вот. Итак, Go был разработан в компании Google. Он начал разрабатывать в 2007 году. Разрабатывали его Кен Томпсон. Кен Томпсон — это человек, один из тех людей, которыми обязаны Unix. Unix — это прородитель всех Linux-систем, и, в общем, на этой разработке крутится практически вся серверная часть нашего мира. Вот. Также он был одним из авторов UTF-8. UTF-8 — это многобайтовая кодировка для работы с различными языками. Роб Пайк, который работал в Bell Labs, он тоже известен UTF-8. Разработал операционную систему Plan 9, экспериментальную, и язык программирования Инферно. И Роберт Гризмер. Я не очень могу про него рассказать, но это исследователь из Google по работе с Явой, распределенными системами, и языку Самзал. Это язык внутри Google для работы с логами, для парсинга логов. Вот. То есть, обратите внимание, язык начал разрабатывать Google. У Google один из самых больших парков серверов в мире. У него миллионы серверов, у него самый крупный поиск, и они делали это под себя, для того, чтобы решать свои задачи. Вот. То есть, какие у них задачи? У них задачи — это сетевое программирование. Это огромное количество сетевых сервисов для обслуживания, ну, веба. Вот. В 2009 году увидела первая, ну, свет увидела первая версия, то есть там какая-то была 0.1, что ли, я не помню. И уже тогда язык попал в индекс Тиобе, это индекс самым популярным языком программирования. Вот. В 2012 году вышла версия 1.0, то есть это уже сказали, что все, стабильно пользуйтесь. В 2014 году появился первый сервис на Go в почте, в почте Mail.ru. Это был сервис для индексации поисковых аточей. Предыдущая была версия написана на питоне, но там она была недостаточно быстро и была переписана на Go. В 2006 году мы выпустили первое API, веба, то есть в почте Mail.ru, непосредственно в веб, когда вы заходите, используется API, который написан на Go. Сейчас мы перевели практически все самые нагруженные API-концы в почте на Go. Во-первых, почта написана на Perl. Perl – это интерпретируемый язык программирования. И это накладывает… Да, это хорошо, это очень гибко, это позволяет вам делать очень много, быстро, но компилируемые языки быстрее. И Go – компилируемый язык программирования. У него нет накладных расходов на интерпретатор. Поэтому модель Perl, Prefork модель Perl, когда у вас запущено много-много-много процессов, то каждый из этих процессов, у него есть оверхед на интерпретатор. И это дорого по памяти. Сборщик мусора. В C… Да, можно было бы написать на C. У нас есть сервис, который написан на C, который тоже обслуживает текущую версию самонагруженного API, с которого мы переходили. Вот. Проблема в C. Очень больно разрабатывать. Откровенно больно разрабатывать. Долго. Вам нужно очень… Вместо того, чтобы писать бизнес-логику, вам приходится думать в основном о памяти, о том, чтобы выделять ее, освобождать ее. Это очень частая проблема, и часто сервисы текут по памяти. Это неприятно. Это нужно доставать, дебажить, искать. В Go есть сборщик мусора, так же, как в Яве. Это значит, что вы можете себе наласцировать сколько надо и не заботиться о том, что он несчет. Оно высвободится автоматически потом. Это хорошо и одновременно плохо. Плохо, потому что, когда сборщик мусора работает, есть пауза. Нам это не критично. Пауза сейчас составляет в районе одной миллисекунды. Это очень мало. Глаз человеческий это не заметит. Мы готовы с этим мириться. Но минус в том, что, например, это не подойдет для реал-тайм-систем, когда у вас должно быть гарантированное время отклика программы. То есть это и плюс, и минус. Но для нас это не минус. Вот. В Go встроена модель Communication Sequential Processes. Это подход для синхронного программирования, когда у вас в рамках одного процесса, одного потока, работает много маленьких-маленьких-маленьких трудов. Подробно про это будет рассказано на лекции про синхронное программирование. Но скажем, что нам это было очень хорошо, очень удобно. Вот. По производительности. Когда мы писали сравнение производительности, мы сравнивали там с Rust, который тоже вышел недавно, и у которого много прикольных плюшек, с JavaScript, с Python, со Scal. Вы можете ознакомиться со всей этой статьей полностью в нашем блоге. Я не стал полностью тут это приводить. В качестве числа дробилки язык несколько уступает. C, C++, Yave, потому что есть сборка мусора, потому что это небольшой вархет. Но, тем не менее, он себя показывает очень хорошо и значительно лучше, чем все интерпретируемые языки. То есть по производительности мы сильно выигрывали. Когда мы переписали первые API, у нас производительность выросла в 5 раз по сравнению с Perlom. 5 раз — это очень хорошие числа. Нам очень понравилось. Ключевые идеи Го, с расчетом которых он проектировался. Го проектировался, у него несколько было подходов. Во-первых, простота, читабельность и конкурентность. Конкурентность — вот в английском есть слово «concurrency». На русском оно переводится как «параллелизм», но это неправильно. «concurrency» — это когда у вас много маленьких запросов, которые очень недолгие. А «параллелизм» — это когда вы берете одну задачу, разрезаете ее на куски, и она выполняется параллельно, за счет этого достигается увеличение скорости. Вот «map reduce», «подход в обработке данных» — это как раз «параллелизм». Но это не конкурентность. Это нужно понимать. Хорошо, простота. Какой расчет на простоту? Смотрите, вы сильно чаще читаете код, чем пишете. Большую часть времени вы читаете код. Вы читаете код, чтобы понять, что другой программист имел в виду, как работает алгоритм. Код может быть абсолютно новый для вас, и вам нужно его читать. В основном вы его читаете. Код живет дольше, чем иногда хотелось бы. Коду почты — 17 лет. Может быть, даже 18. Подход. Давайте быстренько нафигачим. Главное, чтобы работало. Быстренько, быстренько. Это правильный подход. Это первый этап. Вот если вы останавливаетесь на этом этапе, все будет плохо. Вот часто останавливаются. Быстренько напишут, и все. И потом ты смотришь на это вот так вот. И нет слов. Хорошо. Дальше. Если вы занимаетесь разработкой, поддержкой кода, да, то есть, если кто-то придет, например, к нам в почту на стажировку, да, вы будете работать с кодом, который писали не вы. Да? То есть, и даже я работаю с кодом, который писал не я. И, ну, почта очень большой проект, и там очень много людей, кто его писал. Поэтому, чтобы код был простым, понятным для поддержки, это тоже очень важно. То есть, он должен быть простым в написании, он должен быть простым в чтении. Вот. Когда над проектом работает очень много людей, очень много людей, а какие-то из этих людей, они могут быть реально звезды, они могут быть реально очень крутыми, писать суперские вещи. Но чем больше людей работает, тем медиана, медиана, она колеблется на уровне средний разработчик. Да? И, соответственно, вам нужно, чтобы средний разработчик смог, во-первых, понимать ваш код, читать его, работать с ним и как-то дорабатывать. Если вы дадите этому человеку односрочек на перле, где короткий синтаксис переменных и по максимуму магии, он будет страдать. Вот. Дальше. Го очень простой язык. На самом деле, один из самых больших недостатков, которые упоминаются сейчас, что Го слишком простой. Там нету прикольных штук, там нету магии, генериков, эксцепшенов. Это сделано специально. Это сделано не потому, что авторы поленились сделать генерики или что-то еще. Это сделано специально, чтобы упростить язык. Да? То есть, в Го всего 85 страниц спецификации, куда я практически не заглядываю. И вот 55 страниц основного тайного знания, куда я периодически заглядываю, это, кроме документации по стандартной библиотеке, это основное, что вам понадобится. Я для сравнения посмотрел на спецификации только других языков. Вот вы видите. В плюсах 1300 страниц. 1300 страниц технической документации, это хватит на то, чтобы заснуть в течение года. В Яве не сильно меньше, 780 страниц. В C 550 страниц. В Яваскрипте стандартной ECMO 262 508 страниц с мелким шрифтом. Я думаю, что если увеличить шрифт до тех, которые будут в плюсах, там вся тысяча выйдет. В Scali 191 страница. Посмотрите, по сравнению с C, вот плюсы в 15 раз спецификация меньше. Это значит, что в плюсах есть возможности каких-то возможностей на 1300 страниц. И чтобы полностью понимать плюсы, вам нужно знать 1300 страниц. Это значит, что плюсы покрывают огромную сферу работы, а вы в ней будете работать в каком-то маленьком, маленьком куске. В то время как Go он очень маленький, его очень просто выучить. Он специально делается с подходом на быстрый порог вхождения. Вот по очень небольшой выборке в почте человек начинает писать что-то осмысленное на Go в течение двух дней. Ну, опытный разработчик, конечно. Читабельность. В Go авторы сказали, никаких холиваров для того, чтобы на какой строчке ставить фигурную скобку, не будет. Никаких холиваров на то, делать два пробела или четыре, не будет. У нас есть в почте один модуль, один модуль, в котором отступы два пробела. И в начале этого модуля сказано, этот модуль поддерживается командой RB. Править его нельзя никому. Стиль менять нельзя. Если вам нужно что-то поправить, идите к ним. Потому что это наш стиль, мы хотим, чтобы оно выглядело вот так. В Go такого нет. Жестко заданный стиль, инструмент для автоматического форматирования, который у меня, например, вызывается просто по сохранению файла. Это значит, что ваш код, ваш код, который вы пишете, будет у всех людей более-менее одинаковым. Это надо для того, чтобы поддержка этого кода и понимание этого кода, она упростилась. Ну вот представьте, у вас есть 10 единиц внимания, и 2 единицы этого внимания уходят на стиль кода. И если вы открываете какой-то код с другим стилем, вам нужно еще 2 единицы внимания. То есть вы уже отошали 4 единицы внимания, у вас всего 6 на то, чтобы понять, что происходит. Go решили, мы не будем тратить эти 2 единицы, поэтому если вы открываете другой код на Go, другой код на Go, у вас останется 8 единиц на то, чтобы понять, что там есть. Вот. В Go очень мало магии, очень мало синтактического сахара. Синтактический сахар, ну, это конструкции, которые вроде как облегчают жизнь программисту, да, позволяют сделать быстро. Например, написать if, как в перле, вы можете написать return, доллар, подчеркивание, unless, доллар, подчеркивание, вот, unless, то есть вы можете написать постфиксную форму, да, у вас есть доллар подчеркивание магическая, константа, которая обозначает текущую рабочую переменную в этом скопе, да, и прочее, прочее. Я очень не люблю магию, да, очень не люблю, я против, в Go ее нету. Почему? Смотрите, давайте поработаем с залом. Что является результатом работы программиста? Кто-нибудь может мне сказать? результатом работы программиста является программа, не код. Код бизнесу не нужен. Бизнесу нужна программа, которая добавляет бизнесу какую-то бизнес-вэлью, то есть какую-то ценность. Вот, если у вас много синтезического сахара, много прикольных возможностей в языке, когда вы можете здесь, и так, и так, и так, да, и вот прям чувствуете, что-то прямо творите, прямо вот как художник. Бизнесу это художество не нужно, потому что ваша красивая картина в результате окажется неподдерживаемой. И если там нужно что-то будет подправить, человек, который это будет править, он будет ввешать несколько часов в ваше творчество. Поэтому я против того, то есть, чтобы был сахар, были прикольные, прикольные возможности в языке. То есть, я за простоту. Поэтому Go мне в этом плане очень близок. И Go проектировался именно с этой целью быть простым. Да. Конкурентность. Смотрите, я уже говорил, что в 2000-х, начале нулевых годов у нас очень бурно начал развиваться интернет, очень сильно увеличилось количество ядер в процессорах, и со счет этого роста рост интернета у нас стало очень много работы проводиться на серверах. Я уже говорил, у Google миллионы серверов. Сейчас, сейчас, когда вы пишете друг другу сообщение в Телеграме, вы задействован сервером. Когда вы читаете ВКонтакт, проверяете почту, там, что угодно, играетесь в игры, задействован сервер. Когда вы ищете что-то в интернете, задействован сервер. Когда вы читаете Википедию, задействован сервер. Практически вся работа сейчас на сервере. Когда-то давно развивался подход, что у нас сначала есть мейнфрейм, есть тонкие клиенты к нему, которые потом подключаются и что-то на сервере делают. Потом потихоньку ушли в сторону того, что у вас есть персональный компьютер, где вся работа происходит локально. И сейчас опять мы уходим к тому, что у нас есть сервер и вся работа там. Photoshop. Photoshop раньше ставился дистрибутивом на компьютер и там работал. Сейчас Photoshop у вас на сервере и у вас есть абонентская плата за него. Office тоже делается на сервере. Google делает Chrome, Chrome, нет, не Chrome, как называется. ChromeOS, в общем, система, которая тоже работает в облаках. Облака, 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 наше все. На сервере много работы, на сервере приходит много запросов маленьких. Вы делаете что-то очень мало и уходите. сервер это не такая штука, что у вас стоит один сервер ваш персональный где-то там и все ваши запросы идут туда. Нет, это все сложнее. У вас есть 20 хранилищ, а то и 50, а то и 100 и серверов с десяток тысяч. И поэтому вы пришли на один сервер, потом сходили на первый, второй, третий, четвертый, пятый, десятый. Основное время, которое тратит программа, которая запущена на этом первоначальном сервере, это ожидание. Программа ждет ответа от сети. У меня нет этого слайда, но я нарисую. Смотрите. Вот, представьте, ваша программа. Вот вы поработали вот тут немножко, пошли в базу данных за профилем, поработали вот тут немножко, сходили за письмом и поработали вот тут немножко. Вот это время, вот это время вы простаиваете. Вспомните тот слайд, который я показывал, что многие языки, они привыкли работать в однопоточном режиме, то есть один поток, одна программа, да, и в этом режиме у вас вот это, вот это будет пустой трата ресурса. во-первых, вы будете ждать, во-вторых, другая программа будет работать, да, тоже, но, понимаете, программу переключить дорого, для того, чтобы переключить программу, нужно обновить там с два десятков регистров, представить кучу указателей в процессоре, подгрузить там в память в процессор, в кэш и прочее, прочее, это называется переключение контекста, это достаточно дорогая операция. В ГО подход такой, что у вас поработала одна программа, пока она ждет, у вас работает другая программа, да, потом у вас работает третья программа, третий запрос, простите, да, и вот так внутри, смотрите, это первая программа, давайте напишем 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, смотрите, вы в конкурентном подходе, вы выполняете в рамках одного потока, вы выполняете аж 3 запроса, да, у вас работает первая, пока первая ждет, у вас работает вторая, пока вторая еще и первая ждет, работает третья, вот, а в почте, в почте, вот на самый популярный запрос, у нас проходится 8 запросов по сети, 8 запросов, нам нужно авторизоваться, получить профиль, получить список писем, получить список папок, больше этого времени мы ждем, у нас время, которая непосредственно занимается обработкой данных, парсинг ответа, формирование ответа, оно где-то в 10 раз меньше, чем мы ждем. Поэтому, например, Perl, который в нашем варианте синхронный, он вот такой. Переход с такого Perla на такой Go дает нам еще большой выигрыш в ресурсах. У нас меньше потоков работает, меньше переключений контекста, больше производительность. Да, вот, установка и настройка. Go ставится достаточно просто. А, еще забыл важный момент. Ну ладно, расскажу. Go ставится достаточно просто. В Windows вы должны будете скачать просто инсталлятор. В Linux я написал простую команду, как это все можно сделать. Я в посте после лекции сегодня напишу, где все взять. Да, все слайды тоже будут доступны. Где все взять, то есть ставится очень просто. На винде мне практически ничего делать не надо будет. Все, что вам нужно будет сделать, что поставить, я напишу, расскажу, все будет понятно. Так, ладно, сейчас я уже перейду непосредственно к коду. Есть еще один момент, который я не написал в слайде. Смотрите, в Go у вас на выходе получается статический бинарник. Что такое статический бинарник? Это значит, что у вас есть один файл, где лежит вся ваша программа. У вас нету внешних зависимостей. Кто-нибудь делал когда-нибудь что-нибудь на Node.js? Отлично, отлично. Хотя бы один человек есть. NPM знаешь, что такое? Чувствуешь эту боль, когда тебе нужно выкачать 200 мегабайт пакетов зависимостей и потом поставить их в то место, где работает программа. В Perle та же самая проблема. Вам нужно поставить на сервер какой-то набор дополнительных модулей. В плюсах, в питоне, везде. Вам нужно что-то скомпилировать и поставить на сервер. Если у вас на сервере много что живет, у вас модули могут конфликтовать, нужно будет их обновлять, нужно будет пересобирать все пакеты, которые там стоят, чтобы просто не все зависели от одной зависимости. Иногда это очень тяжело. Иногда вам нужно перекомпилировать 10 пакетов, 15 пакетов. Это тяжко. В Go все компилируется в один файл, у которого нет внешней зависимости вообще. Это очень удобно. Вы можете просто скопировать его на сервер и будет круто. Это очень нравится нашим админам. Они очень это любят, потому что у вас есть программа, у вас не болит голова, как это откатывать, как это перенакатывать, что будет если откатить, как это пересобирать со всем другим нашим зоопарком. Это тоже важно и ценно. Вот. Собственно, на этом у меня вводная часть все. Вот. Ладно. Давайте я теперь сяду и буду уже показывать все непосредственно в коде. Первая программа. Первая программа. Начнем. Начнем с Hello World. Что тут видно? Смотрите. Начинается объявление программы с указания имени пакета. В данном случае это PackageMain. Main – это особый пакет. Он является запускаемым. В нем должна содержаться функция Main. Вот. Все просто. Функция Main. Функция Main – это та функция, которая вызывается при старте программы. Тоже все просто. Ну и напечатаем слово. Print.ln. Да. Напечатать линию Hello World. Print.ln – это встроенная функция. Вам не нужны никакие внешние пакеты, даже стандартные библиотеки для нее. Она просто выводит в строковом варианте то, что вы туда написали. Hello World. Отлично. Как это запускается? В Go есть несколько подходов для запуска. Подход первый. Go. Да, смотрите на консоль. Go. И пишем run. Go run – это значит, что мы соберем программу в какое-то временное хранилище. И сразу же ее запустим. Ну и потом ее грохнем. Да, то есть это, можете думать, что в сторону, вот как вы запускаете скрипт на питоне, да, вот, и она запускается. Да, в Go очень хорошая, быстрая компиляция. Опять-таки, за счет того, что язык простой, за счет того, что язык простой, за счет того, что в языке, в языке отказывались от некоторых возможностей ради того, чтобы не усложнять компилятор. Go собирается очень быстро. То есть, по сравнению, например, со скалой, которой может собираться 20 минут, запуск Go, он очень быстрый, несколько секунд. Да, отлично. Go run – я указал путь к файлу, main.go, и мне выбилось. Hello, bro. И все, я вышел из консоли. Отлично. Это первый подход. Второй подход – go build. и вы скомпилируете программу. У вас создаться .exe файл. Где он? Сейчас. А, main. Прости. Да. Я его скомпилирую main. Я укажу без имени файла, чтобы он создался и не с именем пакета. Вот смотрите. 0 hello world. Это то, что я собрал вот так. А go build.main.go – это получился main.exe. Если мы сейчас запустим, выведется hello world. Вроде несложно. то есть не нужно ставить GCC, набирать что-то. Вот у вас есть вот этот вот go, и он все делает. Хорошо. Теперь давайте перейдем к переменам. Переменные. Целые числа. в go поддерживает, в go есть несколько разных вариантов объявления переменных. Это как раз-таки небольшой сахар для разработчика. Есть тип int. Тип int, он в зависимости от платформы, он будет либо 32, либо 104 бита. Да. Объявление пишется как var. var – это значит, что вы указываете, что я хочу объявить переменную. Имя переменной в данном случае и int – это тип переменной – равно 10. Вы ее сразу объявили. Компилятор может догадаться, какой тип вы хотите использовать. Поэтому иногда тип можно опустить. Это справедливо для простых типов. Например, int. То есть вы можете написать var autoint. Autoint – это имя переменной. Это может быть что угодно. И равно минус 10, и компилятор сам это догадается. В go есть всякие разные маленькие типы. Начиная от int 8, который занимает 1 байт в памяти, до 64 бит, который занимает 8 байт в памяти. Есть безнаковые типы. Есть безнаковые типы с указанием размера. И можно все это написать. Я сделаю вот так. Вот он мне выбил, что это integers 10, минус 10, int – это unsigned int и очень большое число unsigned int 64. Смотрите, еще в go, что прикольно, в go есть встроенная, в нем в базовой поставке входит анализатор синтетического дерева. Есть инструменты, которые вам помогают этот код упрощать и как-то его анализировать. У меня в среде, вот я использую вижу studio код, настроена как раз там куча всякого, и он мне подсвечивает. В данном случае он подсвечивает, что, друг, ты можешь вот этот int опустить, тебе он не нужен. И в своей программе ничего не случится. Иногда это очень удобно, когда анализатор вам может проанализировать ваш текст, пока вы пишете сразу на какие-то ошибки, на какие-то правила форматирования, на документацию, на какие-то ошибки даже не синтаксические, от которых у вас программа не скомпилируется. Например, я сейчас покажу, а ошибки логические. Смотрите, если я сделаю вот так, var, он мне подсвечивает. Почему? В go принят жесткий подход. Никакого старого мусора в коде. Представьте, вы что-то писали, 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 писали. Потом пришел второй программист, переписывал, переписывал, переписывал. Третий переписывал, и осталось какое-то количество неиспользуемых переменных, какой-то мусор. Go не позволяет иметь переменные, которые не используются. Иногда это несколько раздражает, что вы что-то дебажите, вы что-то закомментировали, и он начинает ругаться. Придется комментировать все. Го. Но на самом деле это в плане, если смотреть на, опять-таки, принципы go, это читабельность и поддерживаемость, это как раз согласуется с принципами. То есть, если у вас 20 лишних переменных в коде, которые не используются вам, когда вы читаете такой первый раз, или просто возвращаетесь к нему, вам нужно понять, а вообще, что это за переменные, зачем они нужны, что там лежит, кто их будет использовать. Если это 20 неиспользуемых переменных, вам нужно просмотреть всю программу, всю программу в том, чтобы понять, что эти переменные не используются. И вы можете их там закомментировать или там удалить. А вдруг нельзя удалять, а вдруг все-таки используются. Ну, в общем, надо понимать. Го. Проблема решила. Не используешь переменную, компилятор не видит использованию, получи ошибку. Очень просто. Очень удобно. Поначалу раздражает по сравнению с другими языками, но когда проникаешь, все очень хорошо. Ладно, давайте дальше. В Go есть, соответственно, DAS. Вот, смотрите, форматирование. Я сейчас нажму «Сохранить», посмотрите на ретурн. Еще нажму «Сохранить», и он у меня автоматом подставил отступ. То есть ваш код, который вы будете писать и на который вы будете применять инструмент на форматирование, будет выглядеть всегда одинаково. И вам будет гораздо легче его читать впоследствии. Да. Не будет такого, что где-то у вас там табы, пробелы, она строена по-разному. И когда у вас есть в коде и табы, и пробелы. А еще бывает, когда у вас есть на одной строчке, на одной строчке в отступе и табы, и пробелы в одной строчке. Поверьте, так бывает. И этот код обслушивает миллион людей. Есть числа с плавающей точкой, одинарной, двойной точности. Есть булевые переменные, которые могут иметь типы true и false. Да. Вот, пожалуйста. Есть строки. В многих типичных языках строки — это, в общем, боль. Потому что вам нужно заботиться о длине, нультерминейтед строки, как-то выделять. В ГО строки встроены в сам язык, и они все в Unicode. Про это я расскажу в отдельном куске. Их можно очень удобно конконтинировать и работать с ними, получать длину. Чуть позже про это расскажу. Пока просто объявление. Вы объявляете hello string, да, и в двойных кавычках пишете уже то, что вам надо. Да. Можно стринг опустить. Компилятор сам догадается, что это строка. Ну, я вывел hello world. Смотрите. Я вывел символы форматирования, перевод строки, табуляция. Вот. Перевод строки и табуляция. Да? Хорошо. То есть бинарные данные. Отлично. Бинарные данные — это tbyte. tbyte — это алиас для уинт-8. Он содержит один байт в памяти, 8 бит. Бинарные данные — это какой-то набор байтов. Чаще используется как slice byte. Я про это буду рассказывать для представления чего-то, что имеет какой-то тип. Например, картинка — это будут бинарные данные. Да. Да. Бинарные данные. Ну, вот какое-то значение 39. Я туда что-то положил, какое-то по хекс-коду 27. И он мне вывел, что вот у тебя номер этого, номер в шестнадцатеричной, в десятичной системе, то есть от 0 до 256, вот это у тебя 39. Да? Обратите внимание, одинарные кавычки. В год двойные кавычки используются для указания строк. Одинарные кавычки используются для указания конкретного символа, даже руны. Про это я буду рассказывать в части про Unicode. То есть, вот, посмотрите, вы не можете объявить строчку в одинарных кавычках, будут ругаться. В go есть удобная штука, когда можно опустить вообще и вар, и тип, и указать просто через двоеточие равно указать сразу значение. Двоеточие равно 42. И, пожалуйста, 42. Это объявление новой переменной, только новой переменной. Вы не можете потом сделать вот так вот. World двоеточие равно мир, потому что у вас переменная world уже объявлена вот здесь. Да? У вас должна быть, это всегда новая переменная. Когда это удобно? Когда это удобно? Это удобно в основном при работе с функциями. Когда вам что-то возвращается, да, и вы это хотите присвоить. Вы используете, очень часто используется короткое объявление для того, чтобы не заботиться о типах. Да? О том, какой тип это будет переменной. Это будет у int32 или у int8. Ну, вы знаете, что он придет вот такое. Ну, двоеточие равно и поехали. Это достаточно близко к... Это, опять-таки, небольшой синтезический сахар, который не сильно осложняет понимание кода. Не... И не сильно осложняет компилятор. Да? Это близко к динамическим языкам программирования, когда вам не нужен тип при объявлении. Смотрите. Приведение типов, да. И P я объявлял float, да. Я... Чтобы перевести тип один из другого, вам нужно указать тип. Например, представьте, что у вас... Ну, давайте вот так. var u1 17 println. Смотрите. Как привести, например, это к простому int? У int это unsigned int. Вы не сможете сделать даже... Там 17... Нет, 17 можете. var s1 int c3. Вы не сможете сделать вот так. Потому что разные типы. Это совсем разные типы. Даже несмотря на то, что все они intы, это разные типы. Поэтому приведение типов довольно часто. Да? Чтобы привести тип, вам нужно написать его тип. И скобочках указать значение. И все заработает. Обратите внимание. Если вы укажете, приведете int к типу string, то у вас получится не совсем то, что вы ожидаете. Это будет номер символа, а не строчка. Хорошо. Комплексные числа. В go есть встроенная поддержка комплексных чисел. Мы это не используем, поэтому я вам детали рассказать про комплексные числа не могу. Но они есть. Кажется, раз кто-то из авторов языка захотел, чтобы комплексные числа были. Наверное, для каких-то математических расчетов. Наверное, это удобно. Может быть, если вы что-то будете у себя писать на go математическое, наверное, вам это пригодится. Мы это не используем, но объявляется оно вот так. 2 плюс 3 и мнимая часть. Да, получается комплексное число. Что, где? 65. Опа. Да, смотрите. Ошибка. Я тут ниже объявлял строку, и тут объявлял переменную s1. Использовал короткий синтакс. И он взорвался, что я не могу объявить, у тебя уже есть эта переменная. Сейчас будет все хорошо. Вот. В комплексные числа. Ну, вот они выводятся. Действительная и мнимая часть. Строки. Вы можете складывать строки, конкатинировать их. Да. Смотрите. Василий Романов, full name, s1 плюс s2. И, пожалуйста, появился Василий Романов. Но пробела нет. Давайте добавим пробел. Пробел. В двойных кавычках. Это строка. Да. Вот, пожалуйста. Раз строка, два строка, три строка. Объединяем. И получаем. Вот. У строки есть длина. Лен. Сторонная функция просто лен в скобочках и имя строки. Вернется int. 14. 14 это длина строки. Escaping. Иногда вам нужно записать какие-то спецсимволы, и вы хотите, чтобы строка выглядела именно так, как вы... записали. Есть апострофы, да. И в апострофах можно записать, вот, она будет как есть. Смотрите. Если раньше я писал вот здесь, slash n, slash t, и он у меня делал перевод строки и табуляцию, да. Сейчас я тут написал, slash r, slash n, перевод строки, тут какая-то табуляция, да, отступ. Смотрите, отступ, да. Сейчас, если я выведу это, у меня будут вот те спецсимволы, которые я указал, они выведутся как есть. И табуляция, которая пришла вот отсюда, вот она, вот она. Она тоже выведется. Когда это удобно? Когда вы пишете какие-то шаблоны, когда вы пишете какие-то регулярные выражения, и вы не хотите заботиться о экранировании символов. Вот это вот как раз там. Еще одна классная штука в Go. Это значение по умолчанию. Смотрите, вам в C нужно всегда было объявлять переменную. Объявлять переменную и указывать ее значение. То есть, если вы ее не инициализируете, там будет, как правило, какой-то мусор, может быть, от другой части программы, может быть, то, что там лежало раньше. То есть, если вы объявляете int, да, и потом выведете его, то неизвестно, что там будет. В Go решили эту проблему. В Go у всех переменных всегда есть значение по умолчанию. Для int это 0, для float это тоже 0, для строки это пустая строка, для bool это false. Смотрите, 0 для int, 0 для плавающей точки. Вот тут можно видеть, что тут два пробела, да. Это значит, что тут была пустая строка и false для blue переменной. Это в целом удобно, позволяет не думать о том, что нужно где-то объявить переменную, что-то еще, как-то инициализировать ее. Можно объявить, а потом использовать. Сразу. Иногда это доставляет некоторые... Тут есть нюансы. Есть нюансы. В более сложных типах данных есть нюансы. Про них я расскажу еще. Несколько переменных. Вы можете указать через запятую, объявить сразу несколько переменных. В1, В2, стринг равно строчка, значение 1, значение 2. В1, В2, пожалуйста. Можно объявить вот так. Можно указать var, открыть скобочки. И тут уже указывать переменные, чему они равны. Такое часто используется для глобальных переменных. Например, вот так. Вот сейчас M0, M2, M3 я перенес в глобальную область видимости. Это получились переменные уровня пакета. В Go нет совсем-совсем глобальных переменных. Есть переменные уровня пакета. Вот сейчас это переменные уровня пакета. Ну вот, 12, стринг, 23. Вот они 12, стринг, 23. Ну мне подсказчик меняется на то, что, чувак, можно проще сделать. Ну вот, проще. В Go есть стандартные типы. То есть, например, компилятор может во время компиляции распознать, что это int. То есть компилятор не может, например, определить, что это был int8. То есть вот здесь, вот здесь вот, вот при таком объявлении я всегда получу int. Компилятор видит, что это целое число. Значит, это int. То есть он не может прям совсем-совсем все придумать, но какие-то простые вещи, то есть с int он, да, определяет. Со строками он тоже сам думает. Он видит, что это строка. Да, ну, значит, строка. Тип строка. Булевые переменные и float тоже он может додумать. А в динамических языках, например, в PHP, JavaScript, Perl, Python. За счет чего у вас достигается динамичность языка? Да. Смотрите. И за счет чего у вас появляется оверхед на память? Я сейчас напишу. То есть у ваша... Кто-нибудь знаком с сичным объявлением структур? Отлично. Я напишу как-то... Да. У вас, когда в динамическом языке, в динамическом языке есть структуры, у вас есть структуры, это я очень просто описываю. Там чуть-чуть сложнее, но у вас есть тип этой переменной внутри этой структуры, и сразу заалоцирована память для всех возможных типов вообще в ней. То есть это у вас... Да, еще это может быть... Обж... Ссылка на какой-то объект. Да. То есть у вас сразу заалоцированы данные. Поэтому в динамических языках на одну переменную... За счет чего у вас может происходить смена этой переменной? Был in, потом написали, это позволит туда string. За счет того, что у вас... Вы у вас бы тут 17, да? Потом вы записали сюда, там, тест. Да? У вас там 17 занулилось, но... Значение-то никуда не ушло. Вам все равно нужно указать, либо хранить, либо указатель на область памяти, либо значение, либо что-то еще. Да? Но вы просто смените тип вот у этой структуры. И когда вы уже обращаетесь, и у вас она смотрит. Ага, это значит у нас объект, значит мы пойдем сюда, достанем вот из ссылки на объект его и вам вернем. Вот. Это в динамических языках. То есть в динамических языках за счет динамичности переменных вы платите памятью. Да? В Go, как бы, ну, во всех компилируемых языках, как бы, в том-то и фишка, что вы указываете типы, и у вас нет этого оверхеда, этих накладных расходов по памяти. Потому что, например, в PHP, в PHP оверхед 72 байта на переменную. Но это в пятом. В седьмом PHP они заоптимизировали чуть ли не вдвое, там что-то в районе 30 байт. В Perli, в Perli в районе 40 байт оверхед на переменную. То есть если вы указываете, например, int, да, 4 байта, который в памяти реально 4 байта, у вас еще 40 байт идет оверхеда. Если у вас массив из 1000 элементов, да, то у вас 4000 байт занимает ваши данные, и еще 40 тысяч байт у вас есть оверхеда на то, что у вас перемены все динамические. Поэтому, ну, как бы, в том числе, да, и еще когда вы обращаетесь к этим переменным, когда вы обращаетесь к этим переменным, интерпретатор еще смотрит, какой мне тип нужно ему достать, да, и как это сложить, и можно ли это складывать. Это тоже накладные расходы, они тоже, они все выполняются во время работы программы. Если у вас язык компилируемый, то есть со статической типизацией, у вас все эти проверки, все эти проверки, они выполняются один раз при компиляции. А когда работает программа, она работает, в ней эти проверки нет, потому что во время компиляции мы все сказали и убедились, что все корректно. Нет, конечно, вы можете внедрять магию, всякие там указатели, ансеевы, и... Ну, не делайте, пожалуйста, так. Хорошо. Константы. Константы. Давайте, допустим, горан... Да. Смотрите, я вывел константы. Пи — это просто переменная, да. Это просто переменная, я ее объявил, через короткую синтаксис. Теперь я объявил int. Да, где-то вот здесь. Да, я просто написал равно 1. Смотрите, константа, которая объявлена просто, вот, без типа, она не имеет типа, да. Компилятор сам подставит ее с нужным типом, потому что, ну, как бы он знает, что, ага, тут я ожидаю флот, тут я ожидаю int, значит, наверное, все-таки он хотел тут флот, значит, я это приведу к флот и подставлю. Вот, пожалуйста, смотрите, 4.14, да, он подставил. Но, но, если я объявляю константу типизированной int32, вот, смотрите, type int, да, я уже не смогу так сделать, потому что у меня будет ругаться компилятор на разные типы данных. Я объявил флот и int32. А типизированные константы нельзя так будет добавлять. В этом случае, если это даже константа, я вынужден буду привести ее к нужному типу. И теперь она у меня работает. Да? Так, смотрите, константы объявляются просто. Пишите конст, имя константы, и равно 1. Это не типизированная константа. int32 — это типизированная константа. Вот. Можно использовать тот же короткий синтаксис, как с var. Конст открываем скобочки и объявляем константы. Ну, как бы, несложно. С константами есть такая штука, что вам часто нужно бывает объявлять как раз вот так вот. Константы, которые... Yenam, например, который... Реальное его значение 1, 2, 3, а вы к нему обращаетесь как там... Типа по имени, да? Типа по имени — это как раз объявление констант. И у вас часто бывает такой автоинкремент. В Go есть очень классная штука, называется Yota. Это такая синтактическая конструкция, которая позволяет вам объявить автоинкремент в рамках блока. Вот смотрите. Я написал Yota. Да? И... Ну, на самом деле... Мне неправильно написал. Думайте, чему будет равен one? Нулю. Потому что все начинается с нуля. Поэтому... Можно проводить операции. Да? Один. С Yota можно проводить операции. То есть плюс один указать. Да? Дальше, если я указываю просто имя константы уже, Yota автоматически... То есть компьютер знает, что сюда должна подставиться Yota. Вы пошли. Если мне не нужна какая-то константа, то есть у меня не заведен какой-то тип, либо это больше не используется, я могу использовать пустую переменную. Это символ подчеркивания. Он используется еще в некоторых местах, но в случае с Yota, в случае с Yota, он указывает, что, ну, просто нужно пропустить. Таким образом, for мы получим 4. Теперь... Да, Yota... То есть, вот, смотрите, у нас несколько блоков конст. Раз блок, два блока. Если я объявлю Yota вот здесь, во втором блоке, она начнется с нуля. То есть, у вас несколько разных кусков. Это очень удобно. Вот простой пример. Вы объявляете IN64, да, и указываете тут математическое выражение с Yota. И он это подставит и корректно исполнит. Получается, у нас в экзобайте уже будет очень большое значение. И если я попробую видеть zeta-байт, то будет переполнение 60-битного этого, и он уже пойдет далеко. Вот. Это... Что касается константа. Он берет... Если я указываю Yota 1, Yota 2, это... То есть, как генератор, да? Да, как генератор. То есть, он всегда возвращает числа внутри этого блока от нуля. Если я его использую второй раз, он как бы возвращает то же число. Но я могу, как вот в случае с этим примером, я могу просто теперь переопределить значение. И последнее выражение, которое я тут использовал, он будет продолжать дальше. Часто это используется, если у вас, например, есть набор флагов, да? Допустим, вы хотите запаковать... Запаковать настройки пользователя во флагах в битах. Одна настройка, один бит. Вкл-выкл. И у вас... Вам нужна... Вам нужна маска, вам нужно число для того, чтобы проверять. Флаг user там... Nemplate равно... Да? И вот таким образом можно указать теперь... Уже я указываю... Смотрите, я указываю там имя константы и номер бита, в котором оно есть. То есть получается 1, да? Там... Ну, что тут есть? Verified User Premium. Да. Он автоматически мне подставит все нужные уже смещения. Потом я могу проверять просто там. User Flux. Ну, это не констант, это где-нибудь там проверять. Проверяем на маску и там... Verified. Вот так. Это очень часто используется, в частности, мы используем вот для такого режима. Удобно. Удобно. Пользуйтесь. Как объявляется массив? Var. A1. В квадратных скобочках. Длина массива и тип. Тип, соответственно, может быть любой. Вот, пожалуйста, массив 0, 0, 0. Длина 3. Я создал массив, для него сразу же аллоцировалась память и он сразу же заполнен со значениями по умолчанию. Да? То есть для int-а значение по умолчанию 0. Да? Пожалуйста. 0. Вот внизу. 0, 0, 0. Сразу 3 значения. Длина массива 3. Это тоже функция len. Для указания длины вы можете указывать типизированную беззнаковую константу у int. Да? То есть вы можете ее где-то в начале указать, в начале программы, и потом подставить. у нас создался значение size 3, 3 на 2, 6, 6 fails, длина 6. Вы можете создать массив, указав сразу значение, которые там будут, и троеточие. Троеточие – это значит, что для массива используя длину при инициализации. 1, 2, 3. Да, пожалуйста. Длина тоже 3. Теперь, если я это делаю, а, да, изменение значения, как и в C. Просто обращаемся по индексу. Индекс также начинается с нуля. 1, 12, 3. Ничего сложного. Так, это что такое? Да. Если вы указываете длину массива при компиляции и пытаетесь обратиться к четвертому номеру, ну, будет проверка при компиляции, он скажет, я не могу обратиться. Да, ошибка. Матрица. Да. Вот смотрите. У нас есть массив типа int, у него 3 элемента, и у нас есть еще массив из 3 элементов, типа массив из 3 элементов. Да, пожалуйста, 0,00, 0,001, да, 0,00. Ну, вы также можете делать любого уровня. Что вам нужно знать про массивы? Массивы — это очень низкоуровневый тип данных. Длина массива является частью его типа. Это значит, что функцию, которая ждет массив из 3 элементов, вы не сможете передать массив из 4 элементов, потому что длина массива — это его тип. Про массивы на самом деле все, потому что это очень низкоуровневый элемент, и вы с ним, скорее всего, работать не будете, потому что неудобно. Удобно, когда вы можете туда допихать чего-то еще, когда он там резиновый должен быть, когда вы можете передать функцию, как бы массив, который резиновый. Представьте, у вас в ящике пользователя 5 писем, а он запрашивает условно говоря 20. То есть у вас есть всего 5, и вы функцию передаете эти 5. Вы же не можете писать тысячу функций на каждую длину. Это неудобно будет. Поэтому в ГО массивы где-то в глубине есть, и ладно. Слайсы это как раз те массивы, которые нам нужны, с которыми мы будем работать. Смотрите. Слайс объявляется похожа на массив, но у него не указывается значение, просто длина, просто квадратные скобки. очень просто, от массива отличается не сильно. Вы можете вывести слайс. Теперь обратите внимание, если раньше он при компиляции ругался, что я не могу обратиться к элементу за пределами, то теперь очень хорошо мы можем получить рентайм-ошибку. то есть если где-то надо свэлиться, обратиться не по тому индексу, слайсе это сделать можно. Массива было нельзя, а тут можно. Пользуйтесь. Так, это уберем. Добавление элементов в слайс. Отсуществует вот такой конструкции. Имя слайса равно append этот же слайс, запятая значение. и вот мы добавили значение в слайс. Вот там есть 100. У слайса есть длина слайса 1 у 100. Но давайте лучше для наглядности это все-таки даже нарисую. Как устроен массив? Массив у вас устроен вот так. три элемента жестко заданное значение. Как устроен слайс? Слайс это более сложная структура данных. Слайс это структура у которого есть длина capacity я расскажу про это и ссылка на массив с данными допустим capacity длина 1 capacity 2 и array 2 capacity capacity длина длина то есть смотрите обратите внимание я добавил 100 да длина моего слайса 1 ну вообще там сейчас лежит внутренний массив тоже 1 но я вам сразу рисую пример с двумя capacity capacity это длина вот под под слайсом лежит массив да но если вы не помещаетесь в этот в этот массив да он выберет другой допустим я тут добавил 3 элемента 3 элемента capacity у меня увеличится вдвое и массив у меня будет состоять уже из 4 элементов понимаете что это будет происходить во время выполнения да то есть я во время выполнения буду увеличить и создавать другой массив не увеличивать этот массив нельзя увеличить я буду создавать другой массив другой длины и копировать туда все элементы да из предыдущего массива с этим мы сейчас будем разбираться что вообще происходит и как все там есть смотрите длина да длина слайса 1 вот это как раз вот это вот лен теперь длина внутреннего массива капасити капасити можно узнать через функцию кап да длина это лен капасити это кап смотрите вот у меня массив из одного элемента и у него капасити 1 теперь я туда буду последовательно добавлять значение и смотрите массив из двух элементов капасити 2 из 3 из 4 элементов капасити уже 4 а из 5 элементов из 5 элементов капасити уже 8 то есть x2 все время так да то есть я когда я добавляю туда значение он смотрит ага если я не вмещаюсь значит я создам массив вдвое большего размера вдвое большего размера чтобы туда все поместилось потому что туда будут добавлять еще что-то понятно что такое капасити я еще буду рассказывать еще детально про это можно объявить значение массива сразу же при инициализации например с l2 в квадратных ну в квадратном скобочке это что это слайс извините я наверное часто буду путать массивы и слайсы если я говорю массив да можете думать что я умею веду слайс мы практически никогда не будем работать с массивом данных поэтому это пройдет ладно да и в фигурных скобочках вы указываете элементы смотрите 10, 20, 30 можно вот так 10, 20, 30 да размер 3 capacity 3 как добавить слайс слайс был вопрос вы то есть если вы попробуете просто добавить слайс слайс через append как один элемент он у вас заругается потому что типы несовместимы вы пытаетесь добавить тип слайс туда где ожидается просто слайс просто инт для этого есть функция троеточия функция конструкции троеточия то есть вы говорите что вот вот это мне вот это мне пожалуйста интерпретирую как не как слайс который я хочу впихнуть в одно значение а как несколько значений идущих подряд которые я буду запихивать в слайс var slm вот набор слайсов да то есть у него тип уже будет уже тип этого слайса уже не инт а слайс слайс инт и уже для него для него я смогу вот так сделать да то есть потому что он у меня вот этот тип да это слайс а вот sl2 тоже имеет как раз тип точно такой же поэтому я могу сделать да а если я да потому что типы совпадают а вот тут типы не совпадают да но если у вас слайс слайсов то есть у вас будет что-то резиновое разного уровня то есть это уже будет ну не совсем матрица даже так смотрите теперь иногда нам бывает нужно сразу создать слайс нужной длины для этого есть объявление такое make указываем тип и указываем длину это создает нам слайс сразу то есть если я создаю массив и указываю типа 3 то он создает сразу заполненный тройками указываю длину 3 он создает сразу массив заполненный нулями значениями по умолчанию иногда такая нужна для слайса но я слайс создаю либо там указываю его значение при инициализации либо он пустой чтобы он не был пустым есть конструкция make она используется в разных местах но для слайсов вот она выглядит так make тип слайса и 10 пожалуйста слайс созданный десятью значениями у которого 10 значений 10 capacity но но если я сделаю append туда append да смотрите у меня будет оно добавится в конец уже то есть я не перетру какое-то значение а добавлю в конец то значит у меня значения уже инициализированы да иногда бывает нужно создать значение слайс то есть чтобы не заниматься вот этим копированием да то есть допустим у меня 20 20 писем если я создам пустой слайс и начну туда допихивать эти письма то у меня будет типа 1 потом будет тип 2 потом 4 capacity 4 8 16 16 32 а ну то есть я буду тратить память да на то чтобы создать вот эти вот промежуточные массивы они это же garbage collector то есть вот тут как раз таки вступает в дело garbage collector вот это вот создается в не знаю на хиппи да что это такое мы будем у нас будет отдельная большая лекция и я не хочу тратить эту память потому что нужно ее освобождать потом то есть я заранее хочу подумать о производительности я заранее хочу создать массив слайс нужного размера да то есть для этого тоже есть конструкция тоже make я указываю тип capacity и размер длину инициализированную и capacity смотрите я сейчас выполню у меня будет он состоять из нулей последняя строчка и потом я туда добавил слайс да из еще пяти элементов у меня вот это давайте мы закомменим чтобы она нам не мешала да смотрите я создал у меня 10 элементов есть и 15 capacity вот 15 да вот 10 вот вот они 10 вот 15 добавил туда еще 6 элементов у меня стала длина 16 и capacity 30 да если я укажу 0 если я укажу 0 он мне создаст слайс у которого длина 0 то есть в нем нет инициализированных элементов да но при этом массив который под ним лежит он сразу имеет длину 15 то есть если я буду добавлять туда что-то то мне не придется перевы выделять память на внутренний массив понимаете либо да либо нет то есть capacity используются очень часто для этого когда вам нужно создать сразу вы говорите я хочу короче чтобы дай мне кусок памяти для вот такого количества элементов и потом начинаете его заполнять уже чем-то потом теперь смотрите такой пример если вы переприсвоите слайсы да то есть слайс 5 равно слайс 4 двоеточие равно и потом поменяете у пятого слайса что-то да да 100500 то изменится в обоих слайсах да вот 100500 100500 хотя это разные слайсы это 4 5 почему потому что у вас 6 потому что у вас внутри этого слайса ссылка на одну и ту же область данных на одну и ту же данных но но теперь смотрите если я сделаю например вот так да и слайс 4 что будет как вы думаете смотрите при присваивании у вас оно оно имеет одинаковые ссылку на один и тот же область данных но сейчас я добавил туда элементов добавил туда элементов вот этих capacity capacity у меня было 6 да вот у слайс 4 была capacity 6 я добавил элементов и они не влезли в capacity 6 для этого потребовалось использовать другой массив большего размера и слайс 4 слайс 4 стал ссылаться уже на другую область памяти поэтому когда я обновил у слайс 4 да то я обновил уже в другой области памяти в то время как слайс 5 слайс 5 осталась ссылка на ту область памяти которая была вот в это время и поэтому она не обновилась Как правильно копировать массивы? Для копирования массива есть функция Copy. Я вроде как объявляю slice и хочу скопировать, то у меня это будет пустой slice. В итоге ничего не скопируется. Почему? Ничего не скопируется, потому что он пытается скопировать сколько может. То есть он смотрит, ага, у меня в slice 6, условно говоря, один элемент. Ну я попробую, значит, тогда скопировать один элемент в него. Это неправильно. Нам нужно создать slice нужной capacity для этого дела. Вы можете, смотрите, вы создаете, то есть копирование, это не append, копирование именно заменяет значения все. Вы создаете slice длиной 5 и capacity, capacity на самом деле можно тут не указывать, потому что она будет равна длине. Но вам нужно создать slice того же размера, сколько данных вы будете там, оттуда копировать. Понятно? Еще раз. Если вы хотите скопировать slice, вам нужно создать, чтобы slice, в который вы хотите скопировать, имел скопировать, имел ту же длину, что и slice, из которого вы хотите скопировать. Потому что если я, например, поставлю 2, вот тут, 2, да, и попробую скопировать, он мне скопирует только первые два значения. Хорошо. Слайс... Я думаю, все-таки, вот, наверное, ответ, почему взялся slice. В slice вы можете взять кусок, кусок значения. Смотрите. Да, вот, смотрите. Часть slice. Я могу взять часть slice с какого-то, по какой-то элемент не включительно. Не включительно. Да? То есть это... Если смотреть математическую нотацию. То есть с одного до, получается, 4 включительно. Да? Вот тут. Я могу взять... Не указывать начало, либо могу не указывать конец. Да? Я могу... Из кусков массива... Я могу приапендить. Да? Я хочу вот в этот кусок... Я хочу... Я могу сказать. Добавь мне вот в этот кусок то, что лежит вот здесь. Да? И он добавит. Если вы посмотрите из кусков slice. Теперь... Как создать slice из массива? Да? Если у вас есть slice из... У вас есть массив. Чтобы создать из него slice, нужно взять вот так. Да? А... Двоеточие. Равно. И... И теперь у вас, получается, вы будете ссылаться на ту же область памяти, на которую ссылается этот массив. Если я сейчас изменю в массиве значение 8 и распечатаю slice, то у меня... Вот, смотрите, вот эта восьмерка. Вот она. Понятно? Да. Вот. Слайсы. По слайсам у нас... Я дам в материалах после лекции целых две статьи, где подробно рассказано, как работают слайсы. Очень хорошая там документация. Слайсы нужно будет выучить хорошо. Они... Полезные. Ой, я юзал fmt. Да. fmt – это пакет. Да. Пакет стандартной библиотеки. В go пакеты объявляется функция импорт. Импорт и имя пакета. То есть fmt – это базовый пакет для форматирования ввода. Я не использовал println, потому что он печатает слайсы немножко не так. Смотрите. Он печатает длину, capacity и ссылку на массив. А я бы хотел получить вот это. Да. Поэтому я println не использовал. Я использовал fmt – println, который делает уже то, что мне нужно. Помимо println, в котором можно много значений написать, есть форматированный вот вывод. Есть вывод в файл. Ну, этот пакет аналогичен с фишным функциям. Например, t, printf, да, и я указываю уже формат. Кстати, был вопрос. Да. То есть, например, я могу указать тест значения нюайн. Да. Теперь, если вывод, он скажет, что тут чего-то не хватает. Да, не передано значение. Если я передам сюда sl9, то он мне выведет уже мои значения. То есть, какой-то текст, который я ввел, мои значения. И выведет перевод строки. С этим пакетом мы будем знакомиться детально позже, когда будет что логировать. Пока можете просто пользоваться fmt println. Вам хватит. Ну, либо прочитать документацию. Там все модификаторы расписаны. Пока нам достаточно только println. Так. Ну. Да. Так. Мапы. Мап — это структура данных. Она называется еще хэш. Еще называется ассоциативный массив. То есть, это структура данных, где вы можете обратиться не по индексу, а по какому-то другому типу данных. То есть, условно говоря, если у вас тип — это целое число, и у вас индекс тысяча, то вам не нужно как массивный держать тысячу элементов. У вас будет всего лишь один элемент в мапе. А как объявляются мапы? Вар, мап — в файерных скобочках тип ключа и тип данных. Сразу же расскажу. Вы можете объявлять мап, мап, мапов. Да. То есть, вот так. Да. То есть, вот это будет тип. Вот это будет значение, которое лежит вот тут. Понятно? Ну, и там дальше вы можете сделать еще вот так. Так. То есть, у вас уже будет там мапа, то есть, хэш третьего уровня. Так. Коран 30. Да. Ну, пустая мапа. Да. Если я сейчас попробую в нее присвоить что-то, то он скажет, короче, сори, друг, я не смогу. Пустая мапа — это нил. Нил — это специальный тип данных в ГО, который говорит, что там ничего нет. То есть, ни на что не указывает. Поэтому мапу нужно объявлять по-другому. Мапу можно объявить вот так. Да. mm2 mapStringString равно mapStringString и пустой интерфейс. Либо использовать короткое синтаксис объявление. Что? Где? А, да. Нужно убрать. Да. Теперь у меня есть мапа, в которой есть одно значение. тест равно окей. Так. Также мапу можно объявить через make. Да. mm3 map. FirstName — Василий. То есть я объявил, инициализировал мапу через make, которая инициализировала ее пустой значением. И теперь я могу в ней присваивать какие значения. Чтобы присваивать значения, все очень просто. Можно на квадратных скобах указывать тип ключа. Да. То есть тут может быть переменная, которая имеет тот же тип ключа. И после равно указать имя. Получение значения. Значение получается очень просто. Вы указываете имя переменных, двоеточие равно. Ну, двоеточие равно — это короткий синтаксис объявления. И ключ из мапы. Да. FirstName — Василий. И длина FirstName. Теперь в мапах есть нюанс. Помните про значение по умолчанию. Оно отлично вылезает в мапах. Нюанс, который нужно знать. Смотрите, я обратился к ключу, которого в мапе нет. Вот у меня только один элемент. Я получил LastName. Он мне получил значение. Действительно, я его получил. Но для у нас мапа — это тип мап. Ну, значение там типа string. У стринга, у строки, значение по умолчанию пустая строка. Поэтому если я обращаюсь к мапе и там вот таким присвоением, и там элемента нету, он мне вернет значение по умолчанию. Это... Стоит вопрос. Как проверить на мапе на то, что там значение есть? Потому что вдруг его там нету. Вдруг у меня там мап булов. То есть у булов значение по умолчанию false. Да. Есть в мапе... Такой синтаксис. Смотрите. Я указываю LastName. Сюда он мне положит значение, которое там есть. Либо же значение по умолчанию. И вторую переменную, в которую он положит, было ли значение в мапе установлено или нет. Теперь, если я выведу, что... У меня значение, он говорит false. Значение не существует. Да, то есть LastName нету, хотя у меня значение LastName вроде как определено. Можно получать только значение exist. Да. Я могу использовать пустую строку. Помните, мы в йоте использовали символ подчеркивания. Да, как раз пустая строка. Это мы говорим, что пропусти это значение. Ну, допустим, мне не нужно там использовать само значение. Да. Я не буду его нигде не использовать. У меня компилятор скажет, чувак, ты присваиваешь значение, но его не используешь. Это будет ошибка компиляции. Поэтому, чтобы просто проверить, я должен это значение, само значение подавить. Вот. То есть я получаю только значение, признак существования. Да. Удаление значения. С удалением значения как бы все просто. Функция delete, имя мапы и ключ. Да. Ключ может быть таким. Ключ может быть переменной, если надо. Да. First name существовал раньше, я его удалил, теперь он не существует. Пожалуйста. Если... Да. Мапы — это значение, которое присылается по ссылке. ММ4. ММ... ММ... Так. ММ3. М…" Мм-м... Смотрите, я присвоил значение в map, что-то сделал, потом присвоил, дал, ну, m3 присвоил в m4 и что-то изменил в m4, да, тест. Смотрите, она обновилась и в 3-м, и в 4-м. Вот она. Почему? Потому что там глубже лежит тоже какая-то слышная структура данных. Вы не копируете map. Как скопировать map? Никак. Стандартного функционала нет. Поэтому, если вы это хотите копировать, вам нужно это делать в цикле рекурсивно как-то. Еще один нюанс. Порядок ключей в map не детерминирован. Это значит, что вы не можете полагаться на... То есть он идет всегда в случайном порядке, потому что это за счет структуры данных, которая там глубже лежит. То есть там нету, не хранится порядок ключей, да. Поэтому порядок может быть вернуться как в одном, так и в другом случае. Это иногда забивает с толку тех людей, которые приходят из таких языков, как PHP, например. В PHP порядок в ассоциативном массиве он фиксирован. То есть если вы добавляете значение в массив, да, то потом они всегда так и будут в нем идти. В Go и в других там реализациях map очень часто порядок не определен. То есть он может быть случайным. То есть вы не можете опираться на порядок следования ключей. Он может меняться, например, даже в зависимости просто от реализации, там, в новой версии компилятора что-то изменили, порядок стал другой. Поэтому даже, смотрите, даже в разных... Я распечатал разные мапы, которые ссылаются вроде в одно и то же. Они распечатались в разном порядке. Смотрите, FirstName1 тут был последним, а тут он идет первым. Это... Не наступайте на это. Так. Управляющиеся структуры. Ив. Так. Ой. GoRun40. Hello, girl. В Go. В Go... Ну, конструкция Ив. Что-то. Да, булевое что-то. Фигурные скобки и, собственно, то, что мы хотим сделать. Да. Это что-то... Ив всегда принимает булевое значение. То есть, например, в C или в динамических языках программирования можно было сделать вот так. Присвоить в B значение 1. И вроде как 1 скастится преобразуется в булевое значение. И да, это больше нуля. И мы, типа, выведем. Нет. В GoTek нельзя. У вас значение должно быть строго булевым. Поэтому, если вы хотите... То есть, никакой однозначности. А, во что он ускастится? А, например, в перле пустая строка из символа 0, из символа 0, это false. А в PHP не так. То есть, никакой неоднозначности. Строго булевый программист должен знать, чего он хочет. Ну, конечно же, там может быть стандартные все операции, которые вам знакомы из C, B, ну, там, A, а уже true, кстати. Или, там, C не равно двум, двадцати двум. Ну, вот. Да. Ну, можно скобки. То есть, тут Go ничего нового не принес. Так. Дальше. В... В EFI могут быть использованы точки запятые. То есть, оператор может быть сложным. Где это используется? Это используется, например, при проверке мапов. Смотрите. Вот я объявил... Давайте лучше объявлю вот так, чтобы было нагляднее. Вот, смотрите. Я объявил мапу из двух ключей. Да. Теперь я хочу проверить, если у меня есть имя, если у меня есть имя, то я его введу. Если нет, напишу, что есть нет. Я объявляю вот ту конструкцию, которая с Exist, ставлю точку запятую, и булевое значение, что оно есть. Да. То есть, хотя я мог бы написать там даже вот так. Вот так тоже бы сработало. Да. То есть, я сначала как это представляю. Причем, вот эти значения, FirstName и Ok, они будут доступны только в области видимости этого ИФа. Это, ну, достаточно стандартная область видимости. Понятно с проверкой на существование ключа? И в Ok, или, например, можно даже FirstName не использовать, просто проверка на существование ключа. FirstName не использовал. Ok. Вот так. То есть, я не использовал само значение, но просто проверил на то, что оно существует. Ну, на самом деле, Ok — это очень, ну, имя переменной, вы можете использовать любое другое значение. Дальше. If, Else. Да. If, Else и потом второе значение. Ну, как бы, тоже все просто, достаточно стандартно. Циклы. Циклы. В Go есть ровно один оператор для циклов — for. Если, например, в C есть for, while и do while, то в Go нет. То есть, один оператор, но работает в разных режимах. For — это бесконечный цикл, аналог, while, один. Да. Я из него сразу выхожу, потому что это бесконечный цикл операции break. Это тоже операция C. Ой, вот тут сложный пример. Это цикл, аналог, while, там, меньше. Да. Смотрите, что я тут делаю. Я говорю, что если… Да. Индекс у меня может быть максимум… Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. То есть, если индекс меньше четырех, да, и я смотрю условия. Если индекс меньше двух, то я ничего не вывожу, я иду дальше, просто увеличиваю индекс. Иначе я присваиваю значение из индекса и увеличиваю индекс. Ну и делаю принт. Это я хотел продемонстрировать операцию if и continue. Да. Вот, смотрите, он мне вывел индекс 3, 4, у которого было значение 5 и 6, потому что первый два он не вывел из-за этой операции, а следующий, 7, 8, он не вывел из-за этой операции, из-за for. Да. Понятно? Ну, это достаточно стандартный функционал. Оп, что-то ретонно, да. Так. Ну, это тоже достаточно стандартный цикл из C. Как раз это типичный цикл C for. Да. For и объявляем значение переменных меньше и плюс-плюс. Не буду останавливать. Range. Отлично. Кажется, был вопрос, как перебрать, там, слайс. Мапа ниже. Слайс. Есть конструкция range. То есть я присваиваю индекс. Range и имя слайса. Да. И получается, у меня будет цикл по индексам. Да. Я могу уже обращаться к ним с L типа IDX. Ну, или I, если вы хотите. Да. Будет работать. А что, если я не хочу делать вот так, я хочу поудобнее? Я могу... Можно вот так. То есть у меня может быть индекс и сразу value. Да. Тоже через range. Если мне индекс вдруг не нужен, я могу его подавить. Ой. Подавление не так. Будет чисто перебор по значению. Подчеркивание... Нет. Это зарезервированное имя. Это указывает... Это пустая переменная. Она используется тогда, когда мы хотим... Когда мы хотим подавить возвращаемое значение. То есть мы знаем, что там оно есть. Но чтобы компилятор не ругался, что у тебя есть значение, которое ты не используешь. Мы его подавляем. Операции по map. Итерирование по ключу. Похоже на slice. Очень похоже на slice по ключу. Итерирование по ключу и значению. Да. Kval. То есть указываем kval и range тоже map. Очень похоже на slice. То есть только в slice у нас в качестве ключа будет индекс. Да. В slice. А в случае с map у нас будет уже именно ключ в map. Ну и для того, чтобы просто перетерироваться по значению, мы используем, опять-таки подчеркиваем, подавляем ключ. Понятно с этим? То есть в целом достаточно просто. Единственное, вы можете поначалу путать, что идет первым k или wall, но этот цикл в целом достаточно аналогичный фору. Так. Switch. Операция switch. Есть похожая конструкция в C, но она ведет себя чуть-чуть иначе. Чуть-чуть иначе. Да. У нас есть... Ладно. Так, я создал там мапу. Все сделал. Теперь смотрите. Я итерируюсь по значению switch. Значение какое-то. То есть вот это значение у Василия поставится сюда. И будут выполняться кейсы. Что мне подходит? Василий, запятая. Я могу указать несколько значений, которые подойдут. Василий, Евгений. Я выведу println. Да. В отличие от других языков, я сюда не провалюсь. В C, например, у Вас должен быть... Вот тут быть break, чтобы не пройтись дальше. В go такого нет. В go у Вас кейс однозначно. Если Вы хотите провалиться, если Вы хотите провалиться, Вы должны отдельно указывать, отдельно указывать, что Вы хотите провалиться. Если Вы, допустим, хотите выйти из... из кейса, да, то есть чтобы вот отсюда оно вышло, не печатая вот это, есть операция break. Она выходит из кейса. Да. Исследуя fault.ru, мы провалимся вот в дефолт. Дефолт — это есть никакое значение не из порт. Не... Не нашлось. Также есть значение возможность указывать не через if, а указывать операцию сразу в кейсе. Это может быть использовано как замена множественным if, else. Иногда бывает удобнее. С вот этим break'ом возникает некая неоднозначность, потому что как выйти из цикла, если у Вас свитч внутри цикла? Вот пример. Смотрите. Я указываю label для цикла, да, loop, или там my loop, да, итерируюсь по карте, да, и смотрю, если у меня ключ равен first name и значение Василий, я говорю, типа, не надо мне еще печатать, и break, и указываю метку, метку этого цикла, и он выйдет уже не из свитча, а из цикла всего. Понятно? Хорошо. Ну, в общем, это более-менее все по управляющим структурам. if, for и switch. Какие-нибудь вопросы есть? Хорошо. Так, Unicode. Да. Ну, мы не совсем, не со всей базы закончили, ну ладно. Так, Unicode. Смотрите. Есть тип, тип называется runa. runa в go, он весь, у него Unicode встроен в сам язык, да, то есть это не какая-то внешняя библиотека, которая оперирует над на какими-то бинарными данными, которые непонятно что, как, например, в si у вас есть char, и это, это в go это byte, тип, да, это какие-то бинарные данные, и потом уже какая-то кодировка вам будет с этим что-то делать. В go Unicode встроен сам язык, поэтому вы можете объявить тип runa и как бы указать ей уже конкретное значение. Можете указать Unicode на символ сразу, прямо в исходном коде. Можете указать Unicode на символ по номеру, да, квадрат 50, да, но если я буду их println печатать, то он будет печатать мне значение этих символов, поэтому я возьму fmt println, то есть println печатает as is. А, нет, там по-другому надо было, это дальше, да. Вот. То есть я могу, например, сразу по-русски написать и проитерироваться по строке. Теперь смотрите, нюанс. если указываю длину строки, длину строки, если я указываю длину строки, то мне указывается длина в символах. Смотрите, по-русски «Привет, мир!» 21, да, нет, указывается в байтах, все нормально. И теперь я начинаю итерироваться по строке тоже индекс, значение руны и range, вот, str2, str1 с русским, да. Unicode это многобайтная кодировка. Это что значит? Это значит, что у вас символ занимает не один байт, а два. Да? То есть в один байт в один байт укладывается только основная ASCII таблица, то есть там какие-то управляющие символы, немножко ASCII графики и латинский алфавит. Вот. Русских символов в ASCII таблице нету. Поэтому смотрите, P, да, находится на позиции 0, да, у меня вот длина 21, а уже буква R находится на позиции 2, то есть буква P занимает 2 байта в Unicode кодировки. Да? Это как раз индекс, который начинается и значение руны, которое к вам пришло, которое находится в этом Unicode символе. Если посмотреть китайский следующий, да, то у нас уже вроде 4 символа, а байт 12. Байт 12 и символ занимает 3 байта. Видите? Да? А если я попробую напечатать что-то из STR2, да, я уже обращусь непосредственно к байтовому значению. Байтовому значению. Да? Вот оно, байтовое значение. Тут поэтому есть нюансы. дальше. если вы хотите, для работы с UTF есть очень большой пакет Unicode UTF8, где есть всеразличные функции для UTF. Я сейчас не буду, но как бы вот, знаете, так. Теперь смотрите, если вдруг, а я вдруг хочу итерироваться прямо по самим по байтам, я не хочу итерироваться по символам, да, в случае со строки я не могу итерироваться не по символам, я могу итерироваться только по байтам, ой, в случае с строки я не могу итерироваться по байтам, я могу итерироваться только по символам. Чтобы итерироваться по байтам, я должен преобразовать строку в slice byte, да, вот, внутри строки на самом деле это slice byte и лежит, да, И уже в нем я могу уже итерироваться, как в обычном слайсе. Вот смотрите, у меня получается мои 12 индексов, ну, с нуля, значения в десятичной системе и в шестнадцатеричной системе. А если просто слайс вывести, он будет выглядеть вот так. Вот эти все 12 байт. И вот символ вот этого, я не знаю, как это произнести, там тоже «Привет, мир!» написано. Он занимает вот эти три байта. Есть какие-нибудь вопросы по юникоду? Ну, то есть вы представляете сразу же, если у вас строка, что тут нужно запомнить? Если у вас строка, это юникод. Если у вас что-то в другом, в другой кодировке, вам нужно использовать слайс байт. Но в ГО уникод как бы встроен везде, поэтому безопасно использовать юникод везде. Пакеты. Смотрите, я переключусь даже в слайд. В ГО встроена установка зависимостей, и в ГО следует, ну, как бы схеме именования, что вы можете через ГИД установить себе в ГОПАС, да, который у вас прописан. Вы можете установить себе пакет из ГИДА. Установка осуществляется следующей командой. Используется. И, соответственно, вам нужно тогда будет обратиться уже к... к этому пакету по полному пути, да, и использовать последнее вот значение в каште имени пакета. Так. Тут я это покажу на примере. Смотрите. Мой пакет, мой пакет лежит вот тут, вот по этому адресу, да. На самом деле, вот эта папка вся. 1, 60, package, fun, world. Да, чтобы обратиться к нему, который, когда он лежит у вас в ГОПАСе, вам нужно прописать полный путь до него. Хотя стандартные пакеты прописываются просто. Да, ну, без указания полного пути. Вот. Теперь давайте откроем. Вот мой пакет world. Давайте пакет world откроем. Смотрите. Я импортирую fmt, у меня есть константа, несколько функций, да. Что сюда можно посмотреть? Смотрите. У меня в ГО решили проблему... В ГО нету ОП как такового. Есть структуры, есть возможность навесить на них функции. Про это будет следующее завтра. Ой. Лекция на следующей неделе от Ильи. Но про область видимости нужно рассказать. Смотрите. В ГО решили так. Если переменная уровня пакета, константа, или имя функции начинается с маленькой буквы, значит, это переменная константа функция не экспортируется. Если с большой, то экспортируется. Вот. То есть переменная startingLevel, я могу использовать ее только внутри пакета. Я не могу обратиться... Да, вот startingRoom. Смотрите. Rooms. Rooms. Вот у меня есть startingRoom, она означает с большой буквы. Да. Я могу к ней обратиться. Я могу ее вывести. Да. Или я могу обратиться к функции, которая выведет мне стартовую комнату. PrintStartRoom. Да. Но я не могу обратиться к startLevel. Да. StartingLevel. Потому что она говорит, cannot refer to unexported name. StartingLevel не экспортируемая. Она начинается с маленькой буквы. То есть никаких public, private нету. Вот. Либо большая, либо маленькая буква. Я не знаю, как это будет в случае, если вы будете указывать имена переменных в Unicode. По-моему, так можно. Да. Утф же. Этот пакет я буду собирать через go.bill, потому что guaran работает на один файл, а go.bill сразу на все. В go. В go. Зависимые решили просто вот так. У него есть go.pass. Да. Есть bin, куда откладываются бинарники. Да. Там, короче, который устанавливается через пакеты. Есть pkg, где объектные файлы лежат, которые при компиляции создаются. Есть src. В src лежит уже всякое ваше. Вот. GitHub, go.bill, example, бла-бла-бла. И когда вы делаете go.get.u, да, у меня оно даже есть. Смотрите. Вот как раз. GitHub.r.vasili.example.repo. Вот оно. Да. То есть это становится папка уже на диске. Поэтому, когда вы указываете путь к константе, путь к пакету, который вы хотите импортировать, вы указываете полный путь. Но он будет относительно вашего go.pass. Это не всегда удобно. Не всегда удобно. Поэтому есть другие менеджеры зависимости, которые go.pass переопределяет в текущую папку. Но для обучения нам хватит текущего. Я думаю, что с другими менеджерами зависимости мы будем ознакомиться, когда будем делать Telegram-бота. Потому что там будет надо. Смотрите. Я использую world как имя пакета. То есть я импортировал пакет, он окачивается на world. Ну, как к world я к нему и должен обращаться. А, кстати, перемены-то ровно туда вывелось, если что. Я не знаю, как будет, что будет, если вы будете использовать заглавные и незаглавные буквы. Я не знаю, как будет с китайским языком в плане экспортируемости. Не пишите мне, пожалуйста, код на китайском языке. Не пишите мне название переменных на китайском языке. Я буду страдать. Вот. Поэтому я не могу ответить на вопрос, а если по-китайски называть, оно будет экспортируемое, или нет. Го очень популярен в Китае, кстати. Они очень активно пишут всякое. И я не видел названных по-китайски переменных. Вот. Поэтому, наверное, они что-то знают. Да. Так. Функция. К неэкспортируемой функции я обратиться не могу. Теперь смотрите. В Го... Пэкетч Мэйн, да. В Го Пэкетч это папка. Это папка. Это не файл. Но. Импорт распространяется только на файл. Да. А использовать... То есть, смотрите. То есть, если вы в одном файле пишете импорт, в другом он доступен не будет. Да. А если вы пишете переменную или прочее, вот смотрите, например, завел пэкетч Мэйн и вывел эту константу. То вот здесь, вот здесь, она у меня доступна. Да. Потому что это тот же пакет. То есть, даже неэкспортируемые значения, там, константы функции, они доступны в рамках всего пакета. Это значит, что в других папках они тоже будут доступны. Это понятно? То есть, вы можете дробить пакет как угодно. Насколько угодно файлов. Как вам нравится. Это всегда будет один и тот же пакет, если у него вверху написано Package, там, Мэйн или Package World. Вот. Смотрите. Тут у меня много комментариев. А, да. Функция. Как объявляется функция? Фанк. Имя функции в скобочках. Переменные, да, через запятую и закрываем. И тип возвращаемого значения. Вам это понадобится для домашнего задания. Я специально дал функцию, чтобы вы могли его сделать. Вот. Смотрите, обратите внимание, у меня тут написал побольше документации кода. То есть, если я сейчас это удалю, да, мне что-то начнет подсвечиваться. Подсвечивание мне говорит, что, типа, у меня, тут у меня включен жестокий такой, этот, приведение кода к красивому виду. Он мне говорит, что, чувак, у тебя экспортируемая функция, поэтому, будь добр, напиши к ней комментарий. Да, либо сделай ее неэкспортируемой, чтобы другие знали, о чем она. Да, поэтому пишем комментарий. В ГО есть встроенная система документации, поэтому я могу док, так, 60. Смотрите, я сделал годок команду, и он у меня натравил ее на пакет. Он мне сказал, пожалуйста, пакет, импортировать этот пакет вот так надо. Пакет, его доказательство по всему пакету. Вот это он мне распарсил, да, это вообще пакетная документация. Сказал все, что там внутри есть. И если я теперь еще обращусь вот так, он мне даже выведет информацию вот эту вот, которую я указал по функции. Это круто, но есть еще круче, я вам сейчас покажу. Есть встроенный сервер документации, который вообще все пакеты вам распарсит, которые у вас установлены, и по ним выведет документацию. Например, вот документация по всему, по всей лекции, он мне все распарсил. Там, правда, ничего нету, да, но вот, например, по World, тут есть, смотрите, документация по пакету, индекс сразу по константам, по функциям, да, и он мне все это вывел и указал в красивом виде. То есть это сделано специально, что у вас есть инструмент, который говорит, чувак, сделай документацию. Есть инструмент, который документацию парсит и выводит ее в удобном виде. Можно, например, настроить систему контрольной версии, чтобы он не пропускал вот с этим жестким условием, что если докомитишь что-то, будь добр, опиши это что-то, даже если там будет что-то банальное, чтобы можно было в общей документации это что-то посмотреть и увидеть нормальную документацию по проекту, где что есть. Это круто. Так. Понятно по пакетам и этим, области видимости. Пойнтеры. По пойнтерам у меня нет, которые на кода, поэтому буду импровизировать. Иногда вам нужно сослаться с… Ну, пойнтеры это очень часто используются в C, мы тоже будем это использовать. Смотрите, вам нужно сослаться на какую-то другую переменную, в какой-то другой переменной, если я понял, о чем я говорю. Например, 5B. Теперь B имеет… B можно было выбить вот так. B.int. То есть, это значит, что там внутри лежит адрес NTA. B.int. B.int. Теперь я обновил значение и присвоилось в этот. Что еще? Поинтер очень большая тема, мы будем рассматривать отдельно. Что вам нужно знать еще? Все, func… Давайте я напишу это вот так, пусть будет так. SSL… Ой… Я изменил значение функции. Почему это изменилось? Потому что слайс… Внутри слайса лежит ссылка на массив, если вы помните. То есть, когда вы меняете слайс, он у вас, получается, передается по адресу. Точно так же с мапой. Да? Вот. И со структурой. Да. У нас со структурой и последующей лекцией. На этом про поинтеры все. Домашнее задание. Домашнее задание. Домашнее задание у нас очень халявное сегодня. В каждом домашнем задании вам нужно поставить себе систему, все настроить, чтобы работало. И немножко пописать простые функции. Там нужно чуть-чуть будет подумать, но прям совсем чуть-чуть. Да. Основное, чтобы вы просто поставили, чтобы оно у вас работало. В Go есть встроенные средства для тестов. Смотрите. Опа. Я набрал GoTest и он мне выполнил все. Прошло все тесты. GoTest-V и он мне чуть больше описания написал, какие тесты он выполнил. Я не буду сейчас вам рассказывать, как писать тесты и вообще что там внутри происходит. В репозитории закоммичен функции, ну, вы видите кусок, main, подчеркивание, тест. Да. А в функции main находятся все функции, которые эти тесты проходят. Вот функцию main я не коммитил в репозиторий. Да. То есть вам нужно написать ее саму, то есть написать те все функции, которые там есть. И через GoTest-V вам нужно сделать так, чтобы все тесты проходили. По большей части они очень простые. Тут есть только три теста, где нужно чуть-чуть подумать. Вот. Но не надейтесь, что такая халява будет дальше. Вот. Так. Пам-пам-пам. Материал для ознакомления. Первое – это спецификация языка. Как бы там прям совсем техническая информация. Все остальное – это уже информация уже непосредственно по тому, что мы проходили. Как писать код, какие параметры есть у команды Go, строки, слайсы, еще слайсы, карты. И как организовать ваш код. Весь код этой лекции находится по адресу. Также есть ссылка на чат Telegram. Презентация там же лежит в лекции. Каким образом вы делаете домашнее задание? Вы регистрируетесь на GitLab, делаете форк проекта, пишите там код, присылаете нам с заполненными, с проходящими тестами. Присылаете нам, мы убеждаемся, что тесты прошли. Вы убеждаетесь, что тесты прошли. Присылайте нам, мы смотрим, что тесты прошли нормально, не просто вернули ожидаемый ответ. И все. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь писать мне. Мое имя там есть на первом слайде, есть Telegram, есть портал. У нас рубежный контроль будет 1 апреля. К этому времени нужно будет сделать домашнее задание со всех 5 лекций. Чем раньше лекция, тем больше срок на домашнее задание. Это не очень справедливо, потому что первые задания не очень сложные, но вот так. Вот. Да, все это, все думайте. То есть вам нужно перейти в папку 99, homework и выполнить gottest-v. Все тесты должны быть пройдены. Должно быть написано pass и ok. Так, мы читаем курс первый раз, мы будем вам очень благодарны за фидбэк. То есть, если вам что-то не понравилось, если вы хотите что-то спросить, если вы хотите узнать, что будет ли что-то дальше, если у вас есть отдельные пожелания, чтобы мы поделились вам каким-то конкретным тайным знанием, не стесняйтесь, спрашивайте, рассказывайте, потому что, возможно, мы будем корректировать курс под ваш уровень, под ваши пожелания. Еще раз, Telegram, портал. Вы можете это сфоткать. Ну, я приду домой, когда приду домой, я сразу же выложу ссылку на это дело на портале. Видео нам обещали отдать сырое видео как можно раньше, чтобы вы могли его пересмотреть. То есть, без монтажа, без схлопывания с лекцией. На этом все. Спасибо.